Буду рад вашему лайку Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов, это новая серия Стилов Дейли И сегодня у нас день малярки Я наконец-то дождался очереди в рок-стейшене Я просто нереально рад Вот сейчас и утро, я буквально, сколько там, 4 часа назад лег, чтобы, ну, сделать серию, естественно, ночную Вот, сейчас встал, приехал к назначенному времени в назначенное место Очень-очень доволен, что наконец-то настал этот день, день малярочки Потому что Кириллу в рок-стейшен, я, по-моему, это не снимал Я записывался сразу, как купил автомобиль Вот просто, вот только его купил, и, по-моему, в июне я приехал и сразу записался в малярку Должно, а, нет, даже в мае, в конце мая записался И тогда мне Кирилл сказал, в конце июня все, загоняем, красим Я такой думаю, о, отлично, за месяц покрасим, потом, там, цунами-пикник, туда-сюда Но, может быть, даже к лучшему, что я все лето, в принципе, покатался Фу, насладился этой машиной Может, не полностью, конечно, но, в любом случае, и зарубы у нас были, и просто покатушки у нас были Я надеюсь, я был в фокусе, потому что я стараюсь на мониторчик не смотреть, чтобы смотреть на вас, а не вот так Так вот, только сейчас подошла очередь, чтобы красить Геттер У нас сентябрь, в принципе, сроки сдвигаются, это я понимаю Кирилл меня постоянно предупреждал, что, Серега, еще там машины не закончили Еще у нас там висяки, какие-то долгоиграющие проекты Потому что, в основном, они тут восстанавливают старые автомобили Ниссаны Тойота, кстати, Тойота не знаю Ну, в общем, они восстанавливают тачки И там, когда надо очень много всего переваривать Восстанавливают там элементы кузовные Это, конечно, все надолго Здесь, я надеюсь, такого не потребуется Здесь мы делаем полный перекрас Расскажу, почему полный перекрас А почему не пленка? В принципе, в пленку я мог закатать его практически сразу Приехать в Мстайл с ребятами, там, придумать что-то И закатать в пленку Но почему не пленка? Сейчас объясню Для меня это очень важно Именно для этого автомобиля Сделать полный перекрас Потому что здесь машина покрашена полностью Она была черная изначально Потом ее покрасили в такой бордовый кэнди С отливом в такой черно-бордовый как-то так Как мне только что, кстати, сказал Кирилл Кэнди красят Ну, полностью собирают машину И вот так вот сверху все распыляют А я и думал, почему на некоторых элементах Например, защита снизу Или, если посмотреть там под фендеры Как будто, ну, сверху прям краска Как будто напыление, знаете Ну, потому что, видимо, особо никак бы ее не разбирали И как бы так сверху покрасили В общем, мне так не очень нравится Как это сделано И вот, например, закрашены габариты задние Вот, этот габарит, он закрашен Короче, меня такое не устраивает дело Мне хочется, чтобы машина, если уж покрашена была То полностью и хорошо, конечно же И уже потом можно ее там закатывать в пленку, например, да Но сейчас сделать сверху пленку И знать, что у тебя, как бы, кузов такой себе Не очень тема Пороги Пороги, это я сам доломал вот так вот Переезжал всякие препятствия И вот так, короче, сломал себе пороги Их, естественно, восстановят Надо будет думать, как вообще их защитить Я вот думал, может, какие-то сплиттера Или какие-то сделать накладки там вот Чтобы порог просто скользил А так машина, как бы, виснет на вот этой части порога И порог трещит Он, видите, он держится здесь хорошо Не как на моих дрифтовых машинах Когда пороги гуляющие И, к сожалению, все ломается Что с этой стороны, что с той стороны Естественно, все будут выводить в идеал Все сделают, зачинят, залечат Далее у нас вот эти большие фендеры, да Liberty Volk Они в целом по плоскостям Все с ними хорошо Все вообще с ними реально отлично Их единственное, что, ну, переклепают на тачку Посмотрят, что как сделано под фендерами Сделаем все, чтобы в будущем поставить пневму Я все-таки решил, что Возможно, в будущем здесь будет стоять пневма Поэтому почему бы сразу не подготовить Раз мы перекрашиваем Конечно же, поменяем вот эти болтики красные На просто нержавеющие болтики И сделаем здесь резиночки Как делают в оригинале В Liberty Volk Здесь, если заметите, у всех машин Liberty Volk У них такие резиночки идут Насчет переднего фендера Ну, будет, естественно, основной цвет Который я пока вам, наверное, не скажу Потому что сам еще не очень определился Но в любом случае Сделаем все по красоте Именно как делает Liberty Volk Они вот, например, вот эту часть с жабрами Они делают черную Здесь она тоже будет черная, естественно Далее у нас тут карбоновый капот Top Secret Закрашенный В идеале я хочу его восстановить обратно в карбон Кирилл сказал, что Если снять слой краски И там будет карбон И с ним там ничего не сделано То можно будет вернуть Залачить его заново И будет карбоновый капот Top Secret Орига Я думаю, почему бы и нет Мне кажется, вот на GTR 35 Будет смотреться карбоновый капот Вообще зашибись Также у нас тут передний бампер Его надо будет перешкурить Еще один аргумент Почему не пленка? Потому что надо немножко сплиттер Доработать по плоскости В принципе, бампер Он такой Ничего такой, кстати Но хорошо бы его тоже перешкурить Чтобы он особо тут не бликовал Зачинить вот такие всякие темы Это тогда, когда машина укатилась И, конечно же, покрасить его, на мой взгляд, правильно Это когда бампер в цвет кузова А вот средняя часть и сплиттер, конечно же, идет в черный цвет Вот так делается правильно Как бы у всех тачек Liberty Volk У всех, в принципе, GTR-ов Вот эта средняя часть, она в черной Или карбоновой, кстати И сплиттер тоже должен быть черный Ну или карбоновый Здесь у меня будет черный Здесь, естественно, тоже болтики меняем Резиночку делаем Такая тут тема еще Обязательно переделаем все крепления бамперов Потому что они тут, ну, ужасно реализованы Там вот простые болты из метизов Блин, ужасно Здесь вообще саморезы какие-то Что-то держится, что-то не держится Это тоже все переделаем Далее я еще хочу покрасить колеса То есть надо мне будет приехать Взять какие-то подменки на GTR 18-е сюда явно, наверное, не влезут Не знаю, надо посмотреть И хочу забрать колеса Перекрасить их в черный цвет А черные, я думаю, будут они смотреться неплохо Плюс я видел, как вот именно вот эти колеса Либерти Волк диски покрашены в черные На некоторых проектах Очень даже неплохо смотрятся Далее, кстати, канарды У нас, помните, здесь были канарды Я их тоже в начале лета отправлял в Москву Обещали все быстренько сделать Но, к сожалению, затянулось это аж на 3 месяца получается Да, потому что там человек, к сожалению, заболел Ну, бывает такое И вот только сейчас поправился И сказал, что, в принципе, через неделю сможет их выслать Они там почти сделаны Ну, в принципе, что, ждем Ждем канарды Они будут из карбона Они будут очень аккуратные Такие тоненькие, прям офигенные Поэтому здесь, в принципе, ничего не трогаем Тоже будут на хороших, красивых, шестигранных нержавеющих болтиках А не обычных болтах из метизов Которые здесь были Ну, короче, хочется внешне его приукрасить По полной программе Сделать все качественно Чтобы, ну, машина все-таки не дрифтовая Да, там она ломаться не будет На хомуты ее не надо тоже пихать Чтобы все держалось Потому что хода немного другие, да Сдержалось хорошо И чтобы это все чинно, благородно смотрелось И так как бы разбивать это специально не будем Пусть все реально будет сделано хорошо Вот эти места Где такой лютый пескоструй идет, да Надо, кстати, меня сейчас запомнить Я думаю, все на видео вот сейчас засниму, запомню Это получается вот эта арка пескоструйца Порог, конечно же, он и пескоструйца, и ломается Вот здесь он тоже пескоструйца получается Естественно, сплитер Он очень пескоструйца Вот это место пескоструйца Передний бампер Ну, зеркало здесь все в порядке Задний бампер здесь тоже все в порядке В общем, вот эти места Хотелось бы, конечно, в будущем Я думаю, мы с ВМ Стайл это обсудим После малярки Чтобы она сразу поехала в ВМ Стайл И здесь парни закатали все в броне Эту пленку Чтобы вот эти места защитить Еще машина, кстати, вся в покрытии Она явно, ну, сделан в детейлинг Кстати, все покрытия И, кстати, очень удобно Потому что едешь в дождь Едешь в грязную погоду какую-то Просто на самомойке все смываешь И машина сразу чистенькая становится Это реально чувствуется, это удобно Стекла в антидожде Тоже суперудобно Конечно же, по-хорошему Отвезти машину после пленки Сразу в детейлинг Чтобы еще отмыли салон Да, я салон специально не возил на химчистку Все ждал малярку Думал, вон, после малярки Как раз там может что-то запачкается Чтоб все за химчистили Вот как раз после малярки и отвезем Обязательно Смотрите, здесь все расширение Да, все обвесы Они, в принципе, сделаны нормально Все адекватно Но просто хочется это еще раз пересобрать На хороший крепеж, да И все суперграмотно сделать Посмотреть, что еще подарками И подготовить, да, ее к пневме Если там не вырезано, то вырезать обязательно Потому что Liberty Walk Посмотрите любой видос Как готовят тачку Вырезают Вот так вот арку Вообще полностью Посмотрим, что там сделано Если арка не вырезана То нормуль Как раз сами сделаем Все четко будет Ну и, конечно же, по заднему бамперу Здесь все такое в лютой копоти На самом деле Жесткой От выхлопа Это тоже, наверное, защитим пленкой Как покрасим Чтобы эту копоть потом, не знаю Или отмывать Или просто там снимать пленку Например Ну и задний бампер Здесь тоже покрашен На мой взгляд неправильно Да и, в принципе, если загуглить Это задний бампер Tommy Cairo Это, кстати, не Liberty Walk Это Tommy Cairo И здесь неправильно тоже сделано Вообще Вот этот как бы сплиттер Вот эта вся массивная часть Она должна быть черная То есть вот это в цвет автомобиля А вот это все черное Здесь она тоже красная И это прям теряется Реально теряется Здесь вот эта часть Должна выделяться Она должна быть черная Ну тоже сделаем ее черной, конечно же В целом там задний бампер Дорабатывать никак не надо Потому что он прям Реально идеальный Хороший С этим расширением Отлично вписывается Гармонирует И пороги у нас тоже, кстати, Tommy Cairo Здесь пороги Не Liberty Walk Потому что у Liberty Walk Идет просто такой большой сплиттер А здесь именно порог Порог тоже Tommy Cairo Еще я хочу Когда буду снимать колеса В покраску отдавать Как-то сделать Ниппеля нормальные Вот не знаю пока как Тоже поспрашиваю Смотрите Здесь вот стоят Вот такие заглушки Получается ее Откручиваешь Вкручиваешь Типа ниппель И проверяешь давление Но это супер неудобно И хочется Ну чтобы проверять давление Сразу нормальные ниппеля вывести Но непонятно Как это конкретно реализовать Потому что у колес Liberty Walk Ну понимаю, догадываюсь Почему так сделано Так как видите Очень большой суппорт Он будет просто задевать Но здесь еще может не будет задевать А вот здесь вот спереди Он прям впритык практически Видите вот Реально впритык И не знаю как вот реализовать Можно ли или нет Поспрашиваю Хочется чтобы был обычный ниппель Который просто торчит сюда Сразу оп Там сдувать Если надо колеса Потому что когда идут заезды Лучше подсдуться Когда просто катаешься Лучше кататься там с обычным давлением Вот хочется это проработать Этот момент Потому что подкачивать сейчас колеса Проверять давление Ну просто реально невозможно Очень долго это делать Вот этот крепеж Видите вот здесь вот саморезы Вот такие Лютые Здесь это никак не закреплено Ну короче это все Переделать по хорошему А ну и конечно же Поставить лючок бензобака Самый частый вопрос Серега где лючок Серега где лючок Где я его потерял Почему не поставил Я его давно заказал У меня в гараже лежит Новый контрактный лючок будет Все будет здесь по красоте Ну и цвет Я в принципе уже подготовил Подборочку Какие цвета мне нравятся Сразу скажу Что этот цвет еще на моих машинах Не встречался Там не коричневый Не голубой Но хочется Геттер на самом деле Максимально строгим сделать Вот почему-то такое вот желание Реально максимально строгим Не вычурный какой-то Там не розовый Так еще тут вспомнил Вот эти держатели Сплитера Тоже поменяем Будут черные А ну вот Сейчас покажу Например Что мне не нравится Видите Внутренняя часть бампера Она тоже покрашена Ну красной задута Как будто И видно Что так просто Расплыл такой Но она не полностью красная Хотелось бы просто Ее видеть черную Внутри Например А как будто Просто туда краска попала Ну вот Наверное Рассказал на целую серию Планы по ГТРу Что мы будем делать В ближайшее время Очень доволен Что сюда приехал Наконец-то машина тут И будет в работе В ближайшее время Ну я надеюсь Что вы все поняли Почему я приехал в малярку Почему я его Хочу полностью перекрасить И сделать все Реально качественно Так как На мой взгляд Он должен выглядеть Ну и плюс Поменять цвет Мне он, если честно Просто не нравится Вот Ну потому что Это чисто вкусовщина Кому-то он нравится Кому-то не очень Кому-то да Кому-то нет Вот мне не нравится Поэтому будем делать Его в другой цвет И чтоб в следующем сезоне Он уже был в другом цвете Получается В этом сезоне Наверное уже выехать Не получится так особо Обязательно буду Приезжать сюда Наведываться Смотреть как идет Процесс работы И Кирилл кстати В Rockstation Они там сейчас работают Малярка там активно работает Ну как вы поняли Потому что Потому что очередь Постоянная очередь К нему очень сложно записаться Капец как сложно записаться И даже например У меня У постоянного клиента Да Никаких привилегий Там особых нету Никто там ничего не подвинет Поэтому Ребята делают качественно Это я точно знаю Не дешево естественно Но супер качественно Поэтому вот сюда Отдаю свою машину Слива у них красилась Сколько там Лет назад Уже два раза кстати Красилась Как бы с ней все в порядке Она машина боевая у меня Поэтому В скилухе Ребят Нисколько не сомневаюсь И плюс Они постоянно Работают с нестандартными проектами Здесь конечно Ничего там особо переваривать Глобально не надо Но все равно Проект нестандартный Все таки расширение Его надо Ну Переподогнать Перепоставить Кирилл И его команда Справится с этим делом На отлично В этом я просто уверен Здесь не надо Ничего объяснять Как то что будет Естественно Свои пожелания я сказал А в остальном Ребята сами справятся Они ну понимают Как это сделать И знают Какой подход нужен Поэтому ГТР Красится именно тут Потому что работа Будет не быстрая Кропотливая Долгая И все надо сделать По максимуму Ну и на этом Наш видосик Подходит к концу Ребят Огромное спасибо Что посмотрели Спасибо всем тем Кто поставил лайк Лайк авансом Конечно же С вами был Серега Силов Стройте тачки Катайте на них До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok